Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 25 том, вопрос 3730. После смерти душа верующего находится в раю, так говорит Писание. Но как же тогда колдунья могла Самуила вывести из ада? Ответ. Вот как рассуждают сектанты. Цитирую. Неудавшийся спиритический сеанс. Разбирая Первое Царство, 28 глава, 7 по 20 стих, пишут «Методы, используемые злыми духами через медиума Ваендоре, были сродни тем, которые не пользуются сегодня. Они устроили так, что перед глазами медиума пристал хорошо известный облик пожилого пророка Самуила, одетого по своему обычаю в длинную одежду, как Самуил выглядел таким же старым и таким же сгорбившимся, как в земной жизни. Ведь он был духовным высшим существом. Самуил был оставлен Господом, и теперь этим лживым духом, воплотившимся в пророка и обращавшимся к Саулу от его имени через своего медиума, не составляло труда обмануть его. «Было показано, будто Самуил поднят из могилы, а не опущен с небес, и что его покой, его мирный сон был нарушен, потревожен». Псалом 12.4, Иова 14.12, Псалом 89.6, Иоанна 11.11.14 стих. Любой, хорошо осведомленный человек, легко увидит бессмысленность предположения, будто при данных обстоятельствах Самуил общался с Саулом. Будь Самуил в земле или далеко на небесах, разве в силах колдуни было приказать ему предстать перед царем Саулом, чтобы ответить на его вопросы? Злой дух колдуни, приставший в виде Самуила, не предсказал Саулу ничего нового. Прочитал это я из Доброе имя, номер 1, 42 выпуск, февраль 2008 года, страница 8. Рассуждения вполне приемлемы были бы, если бы не было Библии. Скудоумность сектантского мышления именно в том, что они чрезвычайно узко смотрят на самую истину, не имея трудов святых отцов, толкования подобных мест священного писания. А здесь вообще и толковать нечего, все написано совершенно открытым текстом. 2 Тимофей 3.16. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые в Божьи человеке, будучи движимы Духом Святым. Сектанты эти места-то ведь тоже читают? И как можно сказать, что автором Библии не является именно сам Бог? Но если Дух Святой – автор Библии, то и разберем указанный текст с мыслью, что слова автора – это слова Духа Святого, а не измышления человеческие или тем более от лукавого Духа. 1 Царство 28.14-16. «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня, и боли не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я взывал к тебе, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступит от тебя и сделался врагом твоим?» Лукавое сердце человеческое, обуянное гордостью и самомнением исследователя, многие домосы приплетают к словам Духа Святого, и безжалостно выкорчевывают то, что насадила Божья рука. Правило, правильно или неправильно, справедливо или ложно, говорил каждый участник этой страшной сцены, откроется только в вечности. Мы не будем пока здесь ничего доказывать на этом этапе исследования. Но что говорили именно эти слова в прямой речи, а не другие, это совершенно точно. Были ли обмануты в данном случае медиум ведьма и Саул тем, кто же все-таки пристал перед ними, пока умолчим. Но то, что относится к словам автора Духа Святого, как можно ставить под сомнение? Написано, спросил у нее Саул, она сказала, и сказал Самуил Саулу, и отвечал Саул, и сказал Самуил, кто в данном случае сказал Самуил или Злой Дух? Библия, то есть слова автора, Дух Святого, утверждает, что это сказал именно Самуил, а сектанты утверждают, что не Самуил. И кому должны больше верить, кто это сказал, Самуил или под видом сгорбленного старца Злой Демон? Слова автора говорят, что это женщина, что вот эти слова сказал Саул, и в этом почему-то нет сомнения, что именно их язык произносил сие слова прямой речи, что эту сцену не разыграли демоны. А где написано, что сказал это Самуил, тут смело вставляют, что сказал, дескать, не Самуил, а Злой Дух. Утверждающий так не верит Богу, автору Библии, говорящему, что сказал это именно Самуил. Притча 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. 1 Иоанна 5.10. Неверующий Богу представляет его лживым. И как козырь начинает высказывать предположение, что может ли Бог допустить, чтобы с Немец был опущен Самуил, может ли Господь слушать ведьму? Ну, во-первых, до Христа никто из умерших на небе не был, а все шли в преисподние места. Бытие 31.35. С печалью сойду к Сыну моему в преисподнюю. Псалом 15.10. Ибо ты не оставишь души моего ади, и не дашь святому твоему увидеть ленья. А во-вторых, Бог самовластен, и Он делает так, как Ему угодно. Он допускает, дает власть некую дьявлу, и над живыми даже. Иоанна 2.6. И сказал Господь Сатане, Вот Он в руке твоей, только души Его, душу Его сбереги. 3.2.22. Он сказал, Я выйду и сделаюсь духом лживым, в устах всех пророков Его. Господь сказал, Ты склонишь Его и выполнишь это, по идее сделай так. Мы можем подвергать сомнению истину, сказанную Сатаной. Но то, что сказал это именно Сатана, сказал именно Господь, и в этом не может быть у верующего ни малейшее сомнение. Он сказал, Господь сказал, Пророк Иеремия почему-то выделяет по силе ходатайства за отступник в только двух пророков, Моисея и Самуила. Почему? Иеремия 15.1. И сказал мне Господь, Хотя бы предстали перед лицом Моисей и Самуил, душа Моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица Моего, пусть они отойдут. И почему-то именно только эти пророки, а не другие, являются после своей смерти. Самуил в Андоре, а Моисей на Фаворе. Ныне же, когда души верующих после смерти уходят ко Господу, Никакая дьявольская сила их оттуда вывезти уже не может. Что и говорят ныне все колдуны, повторяя на своих сеансах, что эти люди живы, не умерли. 1 Иоанн 1.25 Иисус сказал ей, Я есть в воскресении жизнь, верующий в Меня, если умрет, живет. Филиппийцам 1.23 Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше.